Жизнь поэта-песенника на Руси всегда была не очень легка. Ну, достаточно вспомнить ближайшие годы гонений на Акуджаву, там замалчивание полное Высоцкого. Характерный пример Лебедева Кумача. Начав свою творческую карьеру в 30-х годах и написав любимые народом песни к десятку фильмов, и в 41-м году, написав колоссально совершенно по тем временам песню «Священная война», он 14 лет добивался права включить себя в состав Союза писателей. Не признавали. В 47-м году, неожиданно собираясь управление Союза писателей, длилось оно 7 минут. На повестке дня стоял один вопрос о приеме Лебедева Соловьева Кумача член Соловьева Кумача, члены Союза писателей. Вопрос был решен единогласно. Я сегодня... Почему об этом заговорил? Заговорил я об этом только потому, что у нас в нашем окружении есть замечательный поэт-песенник. Я говорю сегодня о Викторе Кузьменко. Если взять его последний, я думаю, что не последний сборник его стихов, каждое из стихотворений так и просится на музыку. То есть он очень музыкален и очень песенен. Никто после появления на российской музыкальной сцене... После появления на музыкальной сцене таких поэтов, как Ван Шенкин, Андрей Дементьев. И тогда уже отношение к поэтам-песенникам, как к поэтам второго разряда, начало меняться. Так вот, я желаю Виктору Кузьменко, сегодняшнему песенному поэту благополучия, творческих успехов, и я прошу его выйти сюда. Дело в том, что... И дело не в том, что я пою его дифирамбы, потому что я его друг. А дело в том, что мы иногда решаем мелкие творческие как-то споры, какие-то неурядицы. Так вот, это толковый словарь русского языка под редакцией профессора Ожегова. Чтобы не было ни внутренних, ни внешних разночтений. Дорогой мой. Я немножко опоздал. Дело в том, что нынешний год, в частности июнь, был очень знаменательным для Кузьменко. И вот, я не буду говорить о том, для чем он знаменателен. Но, во всяком случае, это от меня, и я думаю, что от вас ему подарок сегодня. Спасибо. И еще, еще буквально два слова. Знаете, мне пришло на память одно из стихотворений Андрея Дементьева, где последние строчки были такие. Пусть кто-нибудь другой, как там, пусть кто-то другой гениально играет на скрипке, но еще гениальнее, что слушали вы. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Это полностью относится к вам. Спасибо. Неский вам поклон. Спасибо. 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 Продолжение следует...